В Астраханской области сотрудники ГИБДД провели интересный эксперимент, я бы сказал героический. Они взяли ребенка, вероятно, своего, покрасили его какой-то краской, может быть, вареньем с акварелью, как будто это кровь, расположили на дороге, тут же бросили, может быть, велосипед, может быть, уже помятый нашли где-то. И констатировали факт, что огромное количество людей проезжает мимо, не помогая ребенку, который попал в опасное положение для его жизни. То есть он как бы лежит, он дается в помощи, а помощь медицинскую никто не оказывает. Никто не останавливается, не вызывает врачей по телефону и так далее. Ну, это говорит о том, что в нашей стране плохо обстоит дело состраданием. И в этом нет ничего хорошего. Автор этой публикации, правда, акцент ставит на другом. Это некто Надя Ручка опубликовал этот интересный материал. Она говорит, как ужасно, что ребенка положили, им рисковали, ведь на него нечаянно могла наехать другая машина. И автор тоже права, действительно, не рисковали ребенком. Это нехорошо. Вполне можно было бы куклу расположить. Сейчас такие делают куклы натуральные. Что не отличишь от человеческого ребенка. Ну, и обо всем об этом я написал эссе. Которое называется... Ну, речь идет о том, что бесполезно исправлять людей, чтобы они были гуманными на дороге методом репрессии. Вот не оказал помощь репрессии, сбил репрессии, задавил репрессии. Репрессии не помогут. Вот об этом эссе. Называется так. Бесполезны меры репрессии. От них откупаются. Или придумывают новые увертки. Надо изменить иное. Иное – изменить психологию водителя. Изменить его внутренние установки. Репрессии загоняют болезнь в подполье. Закаляют и укрепляют противодействие. Оно становится изощреннее и изобретательнее. Кстати, автор описывает, как пока ее знакомый, или даже лично она видела, как какой-то человек попал в катастрофу и находился в беспомощном состоянии, виновники этой аварии, как автор предполагает, вероятно давшие взятку, но улизнули от ответственности. И наоборот, ответственность что-то не пытались повесить на человека, который следил, чтобы оказала все-таки милиции помощь пострадавшему. То есть у него стали требовать документы, направляя на него оружие. Да, так вот, значит, репрессии бесполезны. От них или откупаются, или противодействие им становится более изощренным и изобретательным. И нужно менять установку. Мало посадить в тюрьму водителя. Надо лишить его права вождения навсегда. Если по его вине погиб человек. Вот это ключевая установка. Лишить игры вождения. Психологически это игра для человека. Нестись на машине через пространство. Вот перспектива лишиться навсегда права вождения. Изменит все внутренние процессы внутри водителя. Он будет выбирать другую скорость. Он будет выбирать другую тактику поведения на дороге. И изменит всю его психологию настолько, что он не задавит никого и никогда. Вот так устроен человек исторический. Таким его сделала эволюция. Что стремясь за наслаждением, он совершенствуется. И стремясь не лишиться наслаждения водить машину. Человек будет совершенствоваться. Он будет осторожнее. Это надо закрепить законодательно. Водитель лишается права вождения навсегда, если по его вине погибает человек. Вот уже садясь в машину, подходя к машине, это будет совсем другой человек. Который будет вести себя совсем по-другому. Вот в Индии корова – священное животное. Такая психологическая установка во всей стране, и никто никогда ее не давит. Давайте теперь спасем человечество на планете. Вот так же. Ведь каждый год гибнет миллион человек на дороге. И всем странам мира надо присоединиться к этому законодательно. Вот тогда перестанут люди умирать.